Добрый день, дорогие коллеги! Приветствую всех на Интерстриме Инвесторов Ютрейд ТВ. Мы начинаем передачу «Российский рынок», который ведет наш коллега, трейдер из Ростова-на-Дону, Владимир Мудряков. Владимир, приветствуем вас! Приветствую, Игорь, приветствую участников, которые смотрят. Бурно обсуждается рубль, фонда российская. У каждого свое мнение, как обычно противоположно. Что вы видите сегодня на рынке в эту тяжелую минуту снижения курса рубля? Я вижу, что рубль 79, 56, 75. Я думаю, все остальные должны видеть то же самое. К 80 подходил сегодня, его немножко прижали. Вот, кстати говоря, сразу вопрос. Как вы считаете, пойдет сегодня наш турм 80 рублей за доллар, рубль или нет? Вот из той картинки, которая сейчас на экране. Я не вижу картинку на экране. А, вот, все, образно понял. У вас, у вас на мониторе. Сейчас. Давайте с этого начнем, раз уж тема горячая, такая бурная. Напомню, друзья, все утро обсуждаем. 80 рублей за доллар. Будем пробивать наверх или пока нет? Ну, вот у меня следующее значение, как раз таки, от которого я жду разворота. То есть, там, на прошлой неделе немножко брал опционы на них, прокатился. Ну, как я и говорю, да, я в долгосрочный рост рубля не то, что не верю, но сильно участвовать не хочу. И для меня вот эта вот отметка 79.80, которую я ждал после того, как мы там вышли выше 74, она довольно-таки значима. Потому что, по моему мнению, и ожидания отношения к рынку, если мы ее будем выбивать, ну, то привет 85.90. И можно вспоминать каких-нибудь демуров со 120. Поэтому, ну, мне бы не хотелось. Скажу так. Так, поэтому я сейчас приглядываю за этой отметкой. Я рассматриваю возможности в том числе для входа на укрепление. Агрессивно, спекулятивно через фьючерсы я буду только через подтверждение, потому что, ну, конечно же, фьючерсами сейчас входить очень опасно. Ну, представьте, там, не знаю, у вас там был вчера диапазон для входа, да, 79.2. Вы перенесли, как бы все нормально, в надежде просто рынок там открывается гэпом вверх, вас выносят и идет-идет дальше, там, стопы не срабатывают, а вдруг планка, вдруг еще что-то. То есть, ну, риски колоссальные, чтобы отрабатывать, ну, такой разворот через фьючерсы, да, через опционы, ну, тут еще готов рассмотреть. Кстати, что касается планки по валютной паре доллар-рубль, она-то и не так высоко, 81.7, а вот по фьючерсу 82.600, ну, это сколько? Те же, да, 3. А, ну, чуть уменьшили, то есть не 5%, хотя от вчерашнего это как раз у нас, наверное, где-то процентов 5. И есть вот вчерашнего клиринга, давайте ради интереса глянем, 82.6. Ну, нет, все-таки поменьше, да, процента 3.5. Поэтому, что касается валютной пары доллар-рубль, ну, мое мнение, я этот диапазон ждал. Я сейчас отрабатываю то, что, ну, пока идет локальная, как бы отскок, меня радует. Поэтому, если там будет подход вверх, там, может быть, даже внутри дня рассмотрю возможность на шор через фьючерсы, через опционы, я так приглядываю, пока еще для себя не определил, как именно буду отрабатывать. То есть, ну, за доллар-рубль я наблюдаю, потому что она подошла, или валютная пара, да, она подошла к интересующему меня диапазону. Выше мне бы не хотелось, но, естественно, отрицать ничего не могу. Есть. Что касается нефти и ее текущей картины, я продолжаю наблюдать. Ну, здесь, как бы, мы так с прошлой недели никуда и не сходили из этого боковика. Следовательно, как итог, для меня ничего не изменилось. Сегодняшняя попытка была выхода, да, на азиатской торговой сессии продолжения роста, но нет. К нашему открытию все слили. И, в частности, я вот сегодня даже ожидаю середину боковика. Это район 42,3, 42,4, но это уже новый контракт 11,20. Те, кто торгует на московской бирже в том числе. Но, как возможно, вот после этого выхода на рост. При этом диапазон по нефти основной, который бы мне все-таки хотелось, да, как выход. Просто, ну, сейчас выхода с подтверждением на шорт для входа агрессивно-спекулятивно еще нет. Но диапазон 35,37 все-таки хочется, да. И вот после этой всей проторговки, из-за того, что она затянувшаяся, была возможность на уход ниже. Поэтому, ну, не пойдет, значит, не пойдет. Снова буду присоединяться, кстати, тогда, когда общались, да. Плюс-минус аналогичная была ситуация от 39 долларов. И когда вот этот рост пошел, я к нему присоединился. Поэтому сейчас два интересующих меня инструмента. Это нефть, но за ней просто приглядываю, буду в моменте присоединяться. И валютная пара доллар-рубль. Вот там, ну, как бы однозначно хочется увидеть с текущих укреплений по нефти. Стратегически для меня самое оптимальное решение – это если мы пойдем на ослабление к 38, ну, тогда вряд ли, правда, и доллар удержит свои позиции. Хотя я неоднократно показывал картинки, когда на протяжении полутора месяца не было никакой корреляции между нефтью и валютной парой доллар-рубль. Плюс тут уже появляются заявления о том, что Минфин снова планирует выходить с продажей валюты, начиная с 1 октября. То есть до этого он не участвовал, да, то есть спокойно отпустил весь этот рост, который происходит. Ну, чисто стратегически я понимаю, что, наверное, они все делают абсолютно правильно, закономерно. И здесь на каких-то важных отметках планируют выходить и участвовать. Поэтому посмотрите, например, за развитие. Для меня это как дополнительный сигнал к возможному укреплению. Поэтому за нефть ответил. Дальше. Что касается РТС. Ну, РТС сейчас из-за валютной пары доллар-рубль с ним проблематично. Я хочу, конечно же, развороты. Я понимаю, что тот же индекс ММВБ, если мы посмотрим, но с рынком как бы акции у нас практически не укатывают. То есть здесь все нормально, все хорошо. И, ну, стоит пока бодрячком, что называется. А РТС из-за валютной переоценки утягивает вниз. То есть РТС падает исключительно за счет валютной переоценки. Поэтому спорить с таким бесполезно. Да, аналогичный пример. Там вчера были диапазоны на лонг. Ну, переносить такие позиции, конечно же, нельзя. Вот из-за вот этих всех возможных событий. Потому что, ну, в моменте 3% это, конечно же, сильно. Особенно если мы говорим про плечевую торговлю. Но вот этот резкий выкуп, который в РТС происходит, и то, что валютная пара в районе 80%, может быть, все удачно сложится. И с текущих пойдет разворот, в том числе и по РТС. Но здесь мне нужно дождаться подтверждения, как минимум, дневного графика для того, чтобы рассматривать лонги. Дальше, что у нас осталось? Сбербанк и Газпром. Кстати, по Сбербанку, если мы посмотрим акцию, перед эфиром смотрел, то, конечно же, Сберобычка и Сберпреф. Ну, что называется, две разные компании. У Сбербанка произошла презентация. Все, я думаю, так или иначе видели или обсуждали эту презентацию. Новые сайты, новые возможности. Я верю, все равно мне нравится Сберпреф, на мой взгляд, ну, как бы при малейшем позитиве. Я думаю, Сбербанк, ну, улетит процентов 5-10, он даст рост, поэтому я активно приглядываюсь. Были у меня входы на прошлой неделе спекулятивные. Правда, в акции все-таки я префами не сильно торгую, но перенести такие позиции пока не получалось. Спекулятивно об этом, ну, что называется, не жалею. При этом я наблюдаю, конечно же, за Сбербанком. Здесь я, наверное, согласен, что упущу даже самое начало разворота, если оно пойдет. Но зато мне так будет комфортнее и понятнее, потому что агрессивно переносить пока не могу. Ну, вот, кстати, валютная пара. Идет небольшое укрепление, что укладывается в общую картину для меня. Поэтому по Сбербанку, если рассматривать акции, ничего критичного не вижу. Даже в целом по рынку, если пробежать, ну, не укатывает его. Да, валютная переоценка не очень хорошо, но какого-то падения, как в том же S&P, да, то, что происходит, ну, у нас такого не было. И вот этот диапазон, я не помню, с вами тогда разбирали в целом, вот, 3200 удержали, идет рост, возврат. То есть я рассчитываю на позитив. Единственный стресс-тестовый сценарий, который, ну, до конца просчитать невозможно. Это действительно ситуация с второй волной, которая так или иначе развивается. То были заявления о том, что пенсионера в Москве не выпускают, да, теперь там уже... Сегодня в Яндексе читал, что с школы не на неделю каникул, там, в октябре, а на две недели каникул. В Ростове тоже по различным чатам передают, что не самая лучшая ситуация и не хватает мест. Ну, как бы напряжение определенное есть, бог его знает, чем это все выльется. Не хотелось бы, потому что если мы там весной полтора-два месяца в этом карантине пережили, то здесь, если закроют, как бы он до весны не продлился. Если закроют на полгода, ну, я не знаю, с какими запасами, в том числе финансовых, через эти полгода из него выйдем, в том числе экономика. Поэтому по Сбербанку пока при условии невозникновения вот этого дополнительного черного лебедя и в целом по рынку я эти возможности использую для покупки. По Газпрому явно ему не дают, ну, не то, что прям не дают падать, да, но вот этот диапазон кого-то очень устраивает, и кто-то агрессивно здесь постоянно выдергивает, выдергивает акции. То же самое мы и на обыкновенных акциях видим, да, то есть пока диапазон удерживают. Да, в моменте, я думаю, даже если его припустят процентами на 4, но этот диапазон не нравится, я еще подбирал акции в начале сентября, сейчас повторно пока не вхожу. Вчера была новость о том, что Газпром возьмет практически бессрочный долг, да, такие бессрочные облигации, если я не ошибаюсь, в районе 140 миллиардов рублей. И для него это совсем небольшая сумма, но, тем не менее, определенный свой дыр он сможет закрыть. Там очень такая хитрая схема будет, не до конца еще все понятно. Сейчас как раз-таки с этим мы разбираемся и планирую там сегодня во второй половине дня записать на эту тему ролик. Поэтому, если кто смотрит, приглашаю, что называется. Тем не менее, текущие отметки меня все равно устраивают по рынку. Поэтому я продолжаю сохранять позитив. Владимир, спасибо вам большое за ваш обзор. Ну, вот тоже коллеги дополняют, у знакомой частный детский сад до марта закрыли. Я еще про один детский сад... Нет, 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 здесь важно понять, сами хозяева частного детского сада его закрыли до марта или обязательство закрыть этот детский сад. Это все-таки разные вещи. То ли, может быть, родители в детский сад частный не водят, да, там переживают, и им просто финансово невыгодно, и они закрыли. Вот, видите, сами. Поэтому это все-таки одно дело, когда сами, да, и понимают, что бизнес там не лучше времена, переживают и экономически выгоднее и целесообразнее его закрыть. А другое дело, когда идет распоряжение. Ну, я согласен, но тут согласитесь, они же ясно закрылись из-за каких-то опасений, они же не просто... Может, они не вытягивают, может, рекламы у них не хватает, и все остальное, как бы родители переживают. Тут много очень факторов, и обсуждать в разрезе просто фразу, что закрыли, ну, нет, я не готов, как бы, не до конца понимать всей ситуации. Хорошо, давайте другой детский сад. Государственная дума переходит на частично удаленную систему работы, в связи с тем, что 18 депутатов уже заболели. Поэтому здесь вынуждено, в этом детском саду, тут ясно, что просто... И они решили также гостей как можно меньше приглашать, и все мероприятия, какие можно перевести на онлайн, перевести на онлайн. Ну, там масса уже парламента. Хорошо, хорошо, меньше будут столовое серебро покупать. Вот такой плюс мы с вами обнаружили. Конечно, тоже хорошо. Ясненько. Ну, да, друзья, так чувствуется второе дыхание, так сказать, марта. Вроде бы месяц сентября, а такое мартовское дыхание прямо чувствуется. Но посмотрим, чем это дело закончится. Во всяком случае, мы с вами онлайн торгуем, мы с вами готовы. И как шутили трейдеры некоторые в марте-апреле, да мы даже не заметили, что происходит. Мы как сидели у компьютера, так и сидим. Поэтому, друзья... Да, нет, но я рассматриваю, если, конечно же, закроют, экономика встанет, ну, тогда я рассчитываю увидеть значение ниже, чем в марте. Но при этом, ну, что плохого увидеть там снова индекс по 2000, в районе 2000 и иметь такую возможность в долгосрок закупиться. Но все так или иначе смотрят графики и облизываются ситуацией, которая была 2008 года, да? Поэтому я с позитивом отношусь. Я вас понимаю. Ясненько, Владимир, спасибо. У меня вопрос по Сбербанку. Пышная презентация, высокие планы и так далее. На ваш взгляд, из того, что вы увидели и услышали, Сбербанку, финансовые результаты, вообще в целом отношение к нему, это поможет? Это правильное стратегическое решение? Я целиком и полностью поддерживаю. К Грефу я отношусь, ну, личные, да, что называется, не до конца объективные взгляды положительные. То есть однозначно пытается развивать, делать. Да, к Сбербанку не очень хорошее, наверное, в массовости отношение. Какие-то вот эти ребрендинги, новые сервисы, которые дополнительно запускают реализации. Ну, то есть компания развивается, она давно выходила на этот план, в своих презентациях показывала вот эту всю экосистему. Просто, ну, как бы настал часть X, когда делают это уже прям хорошим шагом. Ну, я считаю, это правильно, это нормально, это дополнительные источники дохода, как для бизнеса, выручки и все-таки, может быть, свои желания там на 1 триллион прибыли, да, выйти из Сбербанка все-таки получится. Да, в прошлом году немножко не дотянули. Ну, поэтому, может быть, через год все-таки получится. По крайней мере, в отличие от Костина, Греф не порезал ни дивидендов, и свои обязательства, да, 18,7 все-таки выполнили. Поэтому, ну, как на это можно обижаться? Я понял вас ясненько. Ну, это концепция, друзья, не первый год в мире. То есть, понимание банков сейчас, это как, знаете, многоплановая компания с банковской лицензией. Банка, для банка сейчас, для крупных, банковское направление только одно из направлений, они очень широко сейчас участвуют в других сферах жизни. В частности, один из банков говорит, мы, говорит, технологическая компания с лицензией и так далее. Я считаю, что это так, действительно, это действительно стратегическое направление развития, вариативность бизнеса, диверсификация, само веление времени. Ну, и прежде всего, надо ясно понимать, что чисто банковская доходность, процентный доход и так далее, оно все-таки падает. И проценты становятся цивилизованными, ипотека становится цивилизованной. Ну, то есть, уже не 20-30, как раньше, а уже, видите, 6% и ниже 6% звучит сейчас ипотека. Кстати говоря, как в Ростове с ипотекой? Какие цифры? Не знаю, я не вижу за этими показателями. Я понял. Потому что, московские цифры очень хорошие. Ну, куда, 6% ипотека, я в 100 лет живу, такого не помню. Ну, однозначно сейчас, наверное, с валютной переоценкой покупательной способности рубля, хранить их просто под подушкой просто бессмысленно. И текущие низкие процентные ставки дают хороший потенциал и возможность для развития, если, конечно, вы не боитесь. Понятно. Ну, и завершая тему по Сбербанку, скажу, что я тоже поддерживаю. Некоторых прям раздражает, что банк тем-тем занимается, там всякие мемы. Мемы пошли в сети, там, знаете, пришел в Сбербанк, постригся, кофе выпил и так далее. Ну, не так прямо уж совсем, да? Я знаю только один мем, но не знаю, публично можно о нем говорить или нет. Не совсем цензурное слово. Тогда не надо, тогда не надо, да. Единственное, я могу сказать, что новый логотип мне меньше нравится, чем старый. Я не знаю, почему это. Какая разница эти логотипы, не знаю. Я к этому всему отношусь посредственно. Мне важно, как обслуживают меня как клиента, какие мне предоставляют услуги. А как они называются, как они выглядят, да какая разница. Ну, мы что, тут девочки собрались, нам что, важна как бы цветовая гамма. Нам нужна качество и удобство. Ага, это говорит Владимир Мудряков, у которого у Метаклуба уже третий логотип сзади висит. Ребята им, они хотят что-то делать, как бы, ну, пускай развиваются, людям нравится. Я же со стороны потребителя сужу, да, мне какая разница. Ну, понятно, да, вот списал на ребят. Нет, друзья, логотип тоже важен, вот. Хотя, естественно, прежде всего сервис, и с этим соглашусь. Владимир, спасибо вам большое за ваш обзор и комментарии по практике торговли, и самое главное, по практике жизни. Вам хорошего дня и удачи сегодня. Спасибо, до свидания. Всего доброго, до свидания. Продолжение следует...